сейчас чтобы уже не тратить время поехали по поводу того как провести тебе консультацию вот это вот двухчасовую которую мы с тобой делали как ты думаешь какие там есть моменты что можно улучшить моменты улучшить то есть то во первых давай так что тебя там весит и тратит твою силу энергию во время вот этих вот консультаций и встреч может быть немножко расстраивает разочаровывает и такой думаешь опять это надо делать ну ладно так и быть соберусь я ленар айронмен и возьму и сделаю ну вот смотри там что там но это зависит от применимости для клиента как я вот вижу то есть если клиенту это применимо дату это все может быть некоторых случаях когда это не сразу применимо клиенту то это бывает формате лекции скучный вот из-за этого то есть соответственно у тебя тоже может быть там был интерес из-за этого клиента бывает там иногда интерес поменьше и и поэтому именно ну потому что это для него сейчас вот там для не очень актуально может быть вот и поэтому в эти моменты там бывает иногда сложно это рассказать конкретно это происходило там с тобой так вот происходило но было тяжеловато рассказывать вот но еще стоит отметить что я сам со мной ну то есть другими ребятами похожая ситуация вот я вот тоже начал смотреть и думать да но то ли сейчас такой спрос просто потому что все думать что с рублями делать в основном приходит довольно такой нормальной дельты которые они могут постоянно инвестировать им пока вот такой вот не было вот возможно еще ошибку может быть была я так как тестил вот презентацию тоже вот я обычно это рассказывал не по презентации рассказывал рисовал посту граммб рисовал вот сейчас я решил потестить еще и вот формате презентации смотреть на презентацию и и рассказывать вот напоминать но себе таком вот что вот мне не понравится ты надо вот действительно то есть бывает надо рассказать пояснить человеку вот это все вещи нюансы а как вот сил уже не у человека слушать нету не у меня нет то есть у меня тоже там как-то заканчивается именно в этот момент вот это вот не охота как бы чтобы такое было вот и охота все-таки это умещать все-таки в полтора часа а сейчас я вот то есть не понимает реально как это все можно уместить потому что это 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 и надо сказать если там что-то не доскаешь какой-то там нюансов следующий раз это может прилететь что вот я там не раскрыл какой-то там важнейший аспект например какой был случай когда у тебя такое происходило хотя такого еще ни разу не было а у кого-нибудь твоих знакомых или у твоих младших менеджеров такое было ну как они когда я там провожу встречу особенно когда человек учится на этом на каком-то этапе подключаясь еду рассказываю тоже и в эти моменты я вот тоже спрашивают вы может быть обсуждали вот этот вот вещь вот это обсуждали вот эту вещь обсуждали они готовы нет вот это интересно нет вот это интересно то есть а что что подробнее то есть от них как бы то что они рассказывали получается было уже достаточно для клиента а то есть однако когда я до рассказал еще там что-то подробнее раскрыл им было очень интересно и увлекательно то есть они не то чтобы там ругались типа чё ты мне вот это вот не рассказал своему там то что я им рассказывал им было интересно вот есть еще такой нюанс хотите более подробно расскажу либо такая вещь есть обсуждали это интересно это они да да очень интересно на выходе на что это повлияло а это может повлиять на то какой из инструментов выберет клиент то есть мы же там выбираем рассказываем куда лучше инвестировать вот и когда человек там знает какой-то нюанс он пойдет туда-то не знает какой-то нюанс он мимо него просто пройдет то есть но не поймет его ценности этого этого инструмента и выберет другой вот и потом когда с менеджером то могу общаться там например спрашивают перед тем как инструменты распределять мы с менеджером там обсуждаем вот клиентом такой-то там такая-то там у него ситуация тут и все вот я там клетка почему он вот этого менеджера почему он вот это выбрал они вот это рассматривали с какой . она была она была лучше да вот иногда получается я говорю то есть но ты с ним обсудим вот эту вещь может быть для него это лучше подойдет вот иногда там действительно да вот этот нюанс есть действительно может быть вот так вот стоит подойти посмотреть вот либо там перед тем как открытым вот это вот то есть учли вот этот фактор там да он говорит хорошо перед тем как инструменты идут открываться всегда там обещаемся с менеджером который ведет этого клиента и уже от проговариваем финальные наши как бы эти советы и рекомендации ты смотри получается такая ситуация что если не рассказать человеку всю информацию у него не будет полной картины он может не выбрать нужные инструменты но рассказывать это реально долго да и ты же каждый раз повторяешь одно и то же ну то есть мне рассказываешь потом у тебя уже так настолько выработанная система с табличками что ты плюс-минус одно и то же рассказываешь так но скилеты одинаковые там могут меняться разные инструменты то есть мы выбираем там так как компании куда можно инвестировать довольно много наша задача вот сузить вот этот весь вот спектр и давать только то что вот для этого капитал для этого человека подходит сейчас либо может быть там подойдет там через какое-то время вот каркасовая методика она вот примерно одинаковая но инструменты наполнения разные каждому человеку подходит индивидуальный продукт каждой семье вот есть конечно там по классам там если разделить то можно сказать что ну вот этой типа семье скорее всего тут вот этому классу людей там который там доход столько-то там вот это есть вот этой скорее всего подойдете вот это вот так то теперь сделать можно но но все-таки там под каждую семью обычно подбирается определенные пакеты так смотри значит что вообще тогда можно было бы сделать первое есть такой момент что это заметил но не только по тебе это в принципе у всех ребят с которыми я работаю там презентациям по выступлениями когда ты пытаешься информировать людей они не готовы информироваться а ты готовишь людей презентациям тоже ну да ну там публичным выступлением там конверсию повышаю ну там до 30 процентов можно увеличить конверсию с публичным выступлением прикольно у меня будет когда до 100 но до 100 это у меня получилось а так обычно до 30 интересно зацепил слушай прикольно у меня будет просто презентация тоже вот на на один инвест клуб в следующий вторник ну как раз по первой корзинке то есть по первой нашей встречи которых мы сделали там с жене с тобой вместе мы сидели вот по вот этой корзинке как раз вот мне надо будет без персонализированных данных вот вот это все рассказать супер вот тогда мы и это сегодня затронем значит смотри первый момент который нужно понимать тебе звонили иногда люди которые тебе пытались донести информацию какую-нибудь вот такие знают почему не получается тебя даже выслушать даже если у них очень толковое предложение но у меня нету интереса то есть они пришли ко мне понятно чего не хотят вот мне это не очень интересно ты находишься прежде чем возникает возражение ты находишься в состоянии возражения правда да вот то же самое происходит с клиентом если он ты его информируешь то он находится большую часть времени в состоянии возражения ну то есть он думает так зачем это мне какой-нибудь голос в голове говорит да нафиг это нужно ой да здесь не то ой я не знаю как это применить ой наверное это мне неприменимо и после этого он продумывает что тебе ответить до тех пор пока ты не остановишься и тогда он говорит мне это не сработает он придумывает какую-то отмазку вот это касательно и вообще встреч которые первые и встречи куда ты доносишь лекцию ключевой момент в следующем это первое что нужно сделать на любой встрече и это можно делать в течение всей встречи несколько раз это проговорить цель вот этой встречи но это любая техника коучинга наверняка знаешь эту штуку до принципе ты это используешь ты говоришь ну цель и при фрейминг то есть ты говоришь какая у нас цель на сегодня я хочу чтобы рассказать вам но вернее смотри когда ты говоришь свою цель это одно а когда ты спрашиваешь цель у этих ребят это другое и ключевой момент здесь это узнать их цель вот тебе хороший пример на этот счет есть отчет и есть руководитель которому отчет сдают есть сотрудник который этот отчет сдает вот смотри видишь сотрудник и руководитель и у каждого из них есть какой-то свой идеальный конечный результат который каждый хочет получить от этого отчета это называется и кр идеальный конечный результат допустим сотрудник когда сдает отчет что он хочет ну вот идеальный результат что он хочет получить он хочет получить похвалу и деньги вот клиент от руководителя точно ты хорошо знаешь людей вот похвала и чтобы отчет еще и приняли мало похвалы нужно чтобы отчет 1 супер а руководитель когда получает отчет от сотрудника что он хочет вот идеальный конечный результат который он получает он посмотрел один отчет ну так себе второй отчет ну может быть а третий смотрит идеально что это там не все понятно и я могу принять решение дальше о решении и ты можешь принять решение без напряжения головы не задумывая просто сказать да нет делайте да без затрат то есть быстро и это будет точное и правильное решение правильно да 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 идеальный конечный результат это и есть идеальный конечный результат он есть в любой коммуникации и он есть в любом продукте а вот теперь давай разберем если твой сотрудник ну или не твой сотрудник до условно какой-то сотрудник сейчас буду показывать блокнотик он хочет достичь своего идеального конечного результата и он берет пытается получить похвалу и чтобы его отчет согласовали но игнорирует все то что нужно руководителю вероятность и высокая что он получит это ну конечно же она низкая если он игнорирует ну то есть если он игнорирует это может прокатить но его манипуляции будут быстро раскрыты так да 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 теперь другой пример если он в первую очередь пытается сделать отчет таким чтобы достичь идеального конечного результата руководителя чтобы тот мог посмотреть на отчет и сказать да или нет и принять решение какая вероятность того что он получит идеальный результат для себя ну сто процентов ну деньги и похвала в зависимости от настроения руководителя но она очень высокая правда так вот путь к твоему идеальному конечному результату всегда лежит через идеальный конечный результат твоего клиента с которым ты общаешься реальное выступление всегда лежит через состояние восхищение аудитории понимаешь так то есть для того чтобы каждая твоя консультация была приносила восторг человеку почему тот человек с которым ты консультацию провел он был в таком восторге то что-то на его вопросы ответил у него были запросы ему нужно было получить ответы и пользу то не ты взял и решил это правильно почему наша консультация тяжело шла ты не узнал у меня что я хочу на нее но за это консультацию получить у меня был случай когда мне тренинг пришлось менять три раза пока я его вел то есть я вел тренинг и каждый перерыв я переделывал вторую следующую часть потому что в начале когда я спросил ребята что вы хотите они мне наговорили то что я не учел ну это был топ-менеджмент север стали и нельзя было их игнорировать и я говорю давайте тогда я буду переделывать каждый перерыв а пока пойдем как есть и они остались в восторге мы сейчас с ними до нашей встречи как раз обсуждали следующий тренинг вот что получается для того чтобы твои консультации проходили классно и ты на выходе давай теперь про тебя как про спикер разберем какой у тебя идеальный конечный результат что ты хочешь получить я хочу получить вот следующее во-первых чтобы руководитель этого делового клуба который меня туда приглашает и консультации вообще который ты постоянно проводишь про руководителя мы сейчас тоже поговорим тогда и про то и про другое поговорим а ну чего я хочу то есть я хочу чтобы мы с клиентом нашли правильные инструменты для решения его задачи и чтобы он с удовольствием и ну чтобы он их понял и начал реально туда откладывать чтобы у него начинался идеальный мой конечный результат для меня чтобы клиент для себя открыл эти счета и начал их пополнять потому что тогда я буду понимать что он ну начал свой путь для финансового благополучия год-два там он меня отблагодарит потому что вот он зашел короче понятно то есть чтобы он принял решение и начал откладывать да 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 супер интересно то есть чтобы мы правильно выбрали вот эти инструменты то есть вот из всех этих компаний да то есть я и так стараюсь ему давать то что ему применимо либо сейчас либо будет применимо там ну потом он там созреет вот ну созреет по деньгам или там по каким-то там вопросы все ответят себе вот моя задача все ему вопросы ответить а вот как бы деньги ушел ну что там это с него хорошо ну и энергию получить от этого потому что когда ты видишь что конечно блин давай фигачить давай все я готов давай откладывать все чё куда скажешь вот вот это огонь правда ваша ты супер да я вчера в 11 часов закончил встречу с одним из топ-менеджеров швенберже причем у него было время там ну плюс два часа и он ни разу не зевнул такой и спрашивает и спрашивает этот это как раз вот кто это заплатил 45 тысяч я сижу когда человек заплатил 45 тысяч он не будет зевать потому что он знает сколько стоит его минута зева этот это факт да я тут всем так рисую короче открываю сайт его показываю это вот так делается короче так вышел в одиннадцать я прямо такой классно все классно вот это идеальная встреча и ты знаешь он будет откладывать вот 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 он прямо так и говорит говорит но у меня здесь горит задача не то чтобы сейчас тебя послушать и потом уйти думать мне надо сейчас за неделю за две принять решение куда мы это все размещаем короче у него премия на носу через 10 дней так а давай теперь разберем а что нужно аудитории твоей ну то есть то что нужно тебе мы разобрали а а теперь что аудитория аудитория нужно а вот здесь разные есть люди но базовые категории такие там первоначальные запросы все диктуй все а потом мы из него выберем разобраться в финансах научиться откладывать научиться формировать капитал так чтобы получать пассивный доход в принципе это все вот в двух словах создать капитал чтобы получать пассивный доход и разобраться в бардаке давай теперь еще меньше то есть ты говоришь про вообще зачем они к тебе приходят а теперь только от встречи что это эти люди ожидают а от конкретной встречи но на каждой встрече мы с человеком проговариваем сегодня мы с тобой обсудим а чего им нужно ну то есть после первой встречи но на первой встрече я ну ты уже обсудил до что вы делаете поле календарь планирования и и но горизонт планирования и понятно через сколько дней лет ты ставишь сказочно богат а дальше нужно понять а через какие инструменты ты будешь в это дело инвестировать и есть вот три таких базовых корзинки и надо вот эти все три корзинки про свое говоришь а что им нужно куда конкретно инвестировать что конкретно делать чтобы стать сказочно богатым а им нужно просто что делать правда вот они не знают еще по поводу того что инструменты бывают разные им нужно просто понять что делать и чуть-чуть подзарядиться но я бы сказал что в данном случае энергии спокойствие ну безопасность и то есть обладаешь самым востребованным товаром на рынке всего мира этот товар называется безопасность ну ты это серьезно потому что ты сейчас вот этот товар он у тебя будет востребован ближайшие ну ты сам знаешь сколько лет чем глубже будет тем больше лет будет востребован вот этот инструмент блин блин ты гений паша а можно тебя за это вот снять и за инстаграме давай без проблем сейчас я здесь презентации на фоне уберу всякие порнохаб свернешь бы они кстати для итальянцев сделали бесплатно теперь не слушай порнохаб у них маркетологи гения не просто так с юмором и с душой подходят к своему продукту да 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 это точно такие конечно это сейчас мне скажем урафел сделаем и вот здесь павла поставим смотри сюда я тоже смотрю туда подводку с чего начать просто так все видео а давай хотя сушь может stories запилим давай давай ты просто задай вопрос а я тебе отвечу так но давай этот про идеальный конечный продукт знаешь надо всегда представлять с того какой идеальный конечный не 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 да ты сейчас зажгло про то что ты торговец безопасностью давай про это ты расскажи вообще как как мне продать сейчас свои услуги в кризис а я тебе расскажу паша как продать лучше у свои услуги в кризис смотри ленар ты сейчас продавец самого востребованного товара в мире в ближайшие несколько лет ты торгуешь безопасностью потому что люди к тебе приходят не для того чтобы у них стало больше денег это конечно да но для того чтобы они после тебя ушли с ощущением спокойствие за завтрашний день это то что им не может дать не работа никто другой и ты торговец безопасностью и собственно именно это нужно предлагать твоим клиентам и за этим они будут тебе приходить супер пошли то просто гениально все простое гениально спасибо это супер огонь не ну это же классно вот реально то есть да надо вот реально с некоторыми клиентами сейчас то есть встречаюсь у них там какие-то инвестиции просели сейчас в кризис то есть мы к этому все были готовы то есть изначально мы это все проговаривали что будут разные периоды в жизни когда идет просадка и в этот момент надо наоборот докупать мы с ними проговорим и как раз тут уже потом решаем ну блин класс надо докупать то есть вот он пришел с там ругаться и мы с ним проговорили бум через два часа он еще пять тысяч долларов закидывать я говорю это что ты там было такое ночью горит все понятно надо делать я даже не ожидал что так вот будет а просто объяснила то помнишь вот так обсуждали с тобой помнишь вот так вот сейчас этот период настал вот сейчас как раз период когда все улицы в крови надо значит просто докупать когда все в крови даже если это твой счет тоже смотри почему это работает потому что твоя аудитория нужно спокойствие и что делать видишь да спокойствие что делать если каждую встречу ты будешь давать им спокойствие и инструкцию что делать то тогда ну во первых это принесет им энергию это принесет тебе энергию они смогут выбрать правильные инструменты и они смогут начать откладывать но принять решение правда по большому счету для того чтобы принять решение но не обязательно знать всей столько теории вспомни когда ты начинал заниматься спортом ты не знал всего всего про свой организм правда как твой тренер тебя тренировал так разминка чё разминка вот так делай и все а я бегать хочу да понимаешь представь если бы он тебе начал гореть так ленар ты хочешь пробежать марафон ну садись слушай сейчас я те 6 часов лекцию расскажу как вообще работает в организм вот значит смотри тебе нужно развить митохондрия в своем теле вот чтобы у тебя были митохондрия в твоем теле где рассказать что такое митохондрия подожди надо сейчас расскажу такой митохондрия вот митохондрии такие клетки которые понимаешь да блин я бегать хочу я марафон хочу есть разные люди из каждому а некоторые приходят и они говорят не 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 подожди ты мне сначала расскажи что мы будем делать а потом я уже буду заниматься на зарядке правильно с разными людьми нужно по-разному и для этого есть потрясающий инструмент который звучит следующим образом что и ожидаешь от сегодняшней встречи я вначале тебя спросил что ты ожидаешь от сегодняшней встречи да 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 и мы должны идти именно по этому плану и дальше когда ты понимаешь что у тебя приготовлен один набор там лекции и всего а человек хочет другое ты должен вот это вот совместить одно с другим то есть он говорит я хочу сегодня понять куда инвестировать ты говоришь хорошо у меня для тебя вот теоретический материал это займет полтора часа готов да готов супер и тогда он понимает что вот то что ты сейчас рассказываешь решает его цели понимаешь то же самое если он говорит что я хочу одного у тебя приготовлено другое ты можешь сказать смотри я на сегодня приготовил это но мы можем сначала вот про это поговорить а потом вернуться к этому понимаешь он мне говорит что не то что сейчас надо бы говорить о моей технологии то я говорю хорошо бы я мы сейчас проговорим про вот это вот а про вот это то есть про то что я заготовил или про то что он сказал то что он сказал но то есть тут всегда знаешь я когда вижу такие но у меня такие бывают ситуация я объясняю следующее смотри я понимаю что для тебя для того чтобы тебе дойти до сюда тебе нужно пройти вот это 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 но ты вот про эти вещи мне рассказывать тебе кто-то может сказать не пока давай не нужно мне хотя бы в общих чертах про это потому что я про это слышал ты горишь ну окей начинаешь рассказывать он горит ой а что вот это такое ты говоришь ну давай тогда я тебя отсюда расскажу и рассказываешь сначала да супер супер пример с пальчиками чтобы я тебе объяснил вот это надо вот отсюда вот так вот так вот так пройти да я сейчас тебе начну рассказывать но скорее всего ты мне сейчас просишь, а вот это, что-то вот из этого, и мне придется все-таки сначала по правилам делать. И еще важный момент, который тоже нужно понимать. Мы воспринимаем информацию и мыслим вообще нелогично. Ну, так устроены люди. Ну, люди-существа нелогичны. Ты исключение. Вот. Тоже приятный ход. На самом деле, потому что ты очень расчетливо поступаешь, поскольку ты финансист, и у тебя эмоциональный интеллект очень высокий, но поскольку ты можешь удерживать это. Большинство людей, у них эмоциональный интеллект сильно ниже, чем у тебя, они неадекватны. И для того, чтобы они воспринимали информацию, им нужно сначала показать общую картину, вот, а потом уже погружаться в частности. И твоя вся презентация, помнишь, я тебе рисовал вот эту схему с кружочками? Да, цели. Я вот ее показал. Я ее показал вот в пятницу, когда с ним делал. Я говорю, мы с тобой обсудили цели, обсудили вроде как, надо делать, да, и дальше, то есть, надо нам просто делать. И вот делать, это будет состоять из стольких-то этапов. Если хочешь, ты можешь купить, а можешь вот по частям покупать. И он говорит, давай мне комфортно по частям, потому что я не знаю по своему загрузку. Я говорю, пожалуйста. Та-дам! Прикинь, человеку рассрочка удобней. Круто. Ну, слушай, а так бы у тебя не было уже 90 тысяч. Факт, Паша, факт. Ну, ладно. Поэтому я тебе так сильно благодарен. Я очень рад, рад вдвойне. Вот. То есть, смотри, тебе нужно просто доносить информацию от общего к частному. Да. И то же самое про выступление твое на конференции. Я тебе сейчас нарисую структуру, по которой у тебя должно быть выстроено преступление. Вот. То есть, ты сначала говоришь на первой встрече, смотри, вот у нас есть, вот общая картина, про что рассказать подробнее. Если человек говорит, ну, рассказывай по порядку, тогда супер, ты рассказываешь по порядку. Если он говорит, я вот это, это знаю, а вот про это я не знаю. Вот. Или может он сказать, ну, вот на примере с вот этими страховыми облигациями, да, можно было рассказать в общих чертах, не погружаясь в то, что это, как оно работает и так далее, можно было просто рассказать про условия, что страховые облигации, ну, вот то, что ты последний слайд показывал, да, что есть минусы, надо про них подробнее. И человек уже на этом этапе может принять решение, потому что моя задача просто принять решение пользоваться ими или нет. Понимаешь? А если мне нужно подробнее, то всю эту информацию ты берешь, записываешь один раз на видео и больше не рассказываешь. И кидаешься на видео. Ну, да, то есть, смотри, ты можешь мне рассказать, ну, то есть, это, в принципе, для меня была бы комфортная история, то есть, ты мне даешь домашнее задание и говоришь, Паш, вот смотри, мы сегодня поговорим про вот эти инструменты, вот у нас страховые фонды, есть брокерский счет, есть трастовая история. Вот, страховые фонды, ну, там, страховые, страховые, как они правильно называются? Полис. Полис, да, страховой полис, у него плюсы такие, минусы такие, подходит вот в таких-то условиях. Брокерский счет, у него плюсы такие, минусы такие, подходит в этих условиях. Трастовая история, плюсы такие, минусы такие, подходит в этих условиях. чтобы подробнее посмотреть твое домашнее задание изучить вот эти все видео и сдать тест блин прикольная тема вот и а тест он очень простой на предмет того посмотрел я это видео или нет ну знаешь такие тесты угадайки ну да брокерский счет это там-тан-тан-тан-тан и я такой блин придется пересмотреть пересматриваю видео отвечаю вот проходишь мой тест есть куча платформ которые позволяют это сделать собственно твой онлайн-курс сейчас уже на такой платформе скоро будет правильно он на чем у тебя будет на гид-курсе или на чем-то другом бизон бизон не бизон не совсем ну ладно ну пофиг вот есть куча разных сервисов где можно отдельно тест сделать и бизону прикрутить самое даже если там у тебя будет в тесте всего три вопроса с тремя время вариантами ответа в каждом человек будет бояться этого теста и он просмотрит потому что он знает что тест и ты скажешь что давай дружище так следующая встреча я проверю твой тест если ты его сдал хорошо то тогда мы с тобой продолжаем работать если нет будешь на следующей встрече делать тест нормальная тема и знаешь что тебе больше не нужно рассказывать все вот это ну всю теорию ну а как сделать то есть вот с одной стороны тоже вы вот это все общение это элемент приобщения к клиенту то есть вот когда ему рассказываю я уявляю что ему там важно реально на про например вот он там рассказать о у всех вот разные вещи возбуждают у кого-то возбуждает о налоги прикольная тема а у кого-то такое о неотчуждаемость от кредиторов а как это работает ну-ка расскажи так вот теперь смотри твоя задача на время этой встречи перечислить хэштеги которые ты сейчас сказал вот и понять что зацепило человека тебе не нужно рассказывать про все ну то есть когда ты шел по презентации ты рассказывал все а нужно было про это и погрузиться еще глубже в это понимаешь то есть там что человек говорит ага это не нужно это не нужно а вот это давай пора это и ты еще раз подробнее рассказываешь про вот это и пускай у тебя целый час займет рассказ только про то как уходить от налогов но но вот в случае со страховыми полисами и все инструменты про это человек будет в восторге а всю общую информацию он получает из видео ты можешь его кинуть перед встречи например мы будем рассказывать про страховые фонды и посмотрите перед встречей это прикольно и более того если человек посмотрел перед встречей то тогда он уже чуть-чуть понимает он тебя послушал и будет задавать вопросы и например задание посмотреть и приготовить три вопроса по страховым фондам просто это супер и каждая встреча у тебя теперь будет совершенно разной потому что человек будет задавать свои вопросы про свои вещи и ты уже будешь обсуждать с ним его ну моменты ты можешь еще раз пробежаться коротко и сказать что ну вот здесь это вот здесь это обратите внимание на вот эти моменты потому что мне кажется что их часто забывают на а вам это прям может подойти и но у тебя скорость встречи будет лук ну больше и ты встречу с двух часов сокращаешь до часу точно парень это надо попробовать и и тогда услуги тоже могут как бы удешевиться с одной стороны но и услуги а услуги остаются также себестоимость падает это да себестоимость падает да цена твоих услуг она эквивалентна тому насколько крутая у тебя упаковка и ценность а ценность у тебя хорошая ваш я тебя больше больше люблю ты умеешь общаться не ну реально вот смотри вот сейчас у меня чего вот это вот из шлюма пришел из этой нефтяной компании пришел чувак и сейчас у меня один из моих консультантов от менеджеров да он просто по технологии сделай как-то пошел короче всем объяснять то что ему там на курсах объясняем что надо вот азы короче вот вот так надо вот так у нас задание просто там делать короче миру внести добро рассказывает вот так мы знаем что они часто равно там плохого не посоветуют я там никому ничего там конкретно куда инвестировать не расскажет потому что мы все равно это мне сейчас решать инвестируете он через нас идет и мы только тогда они правой и вот он на фоне этого пошел рассказывать 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 и короче нашел знаешь что есть настоящую чемпионку олимпиады то есть золотую я не буду называть за свитой bishop вещи да то есть но но настоящего такого человека он нашел. Вот. И Ленар говорит, у меня есть человек, вот, хочет инвестировать вот такие-то суммы. Я так прибалдел, ну, много тоже, говорю. Я вообще от него это не ожидал, откровенно сказать. И вот, говорит, я ему рассказал вот это, вот это, вот это, вот про вот эти инструменты рассказал, вот то, что у нас на уроке позавчера было. И ему понравилось, короче. И говорит, что мне дальше делать? То есть я, говорит, ну, он сейчас мне задает конкретные вопросы. Просто бесплатные консультации начал делать, помогать. Ну, да. Да, да, да. Он просто так вот. Ну, и, то есть, он мне тоже даже не рассказывал там про нее там в деталях. Ну, она говорит, если я, короче, захочет человек, расскажет все. Вот. А давай мы сейчас просто про инструменты проговорим сейчас у нее задать. Ну, и, короче, то есть, я начал просто перед тем, как... Ну, в итоге все пошло так, что вот все человеку очень понравилось. И говорит, ну, давай, можем мы еще встречи сделать? Давайте еще сейчас. И у нас с человеком уже, как бы, еще сейчас встречи будут. Я там не стал там продавать ничего, там, как-то там делать дополнительно, там, вот. Ну, это в рамках моего менторства для моего, как бы, ученика. То есть, наш ученик наслушает, как я веду все это дело. Он прямо пишет такие восторженные отзывы тоже. Потом вот после ты говорит, вообще супер, там, ну, прямо я удивляюсь, как ты это все там в голове держишь, как ты все это нашел в доверие клиенту. Ну, и человек там полностью раскрылся тоже. Вот. И сейчас вот мы видим. Я тоже, соответственно, деньги тоже сейчас не беру. Ну, один из моих вопросов, я сейчас тоже думаю, наверное, это тоже, наверное, не надо брать деньги, там, наверное, сейчас как-то там заявляться, там, если уж мы начали работать, и, ну, я доделаю до конца в рамках того, что я делаю коучинг для своего, как бы, студента, получается. Вот он все сейчас там смотрит, записывает и потом делает. Ну, тут смотри, по поводу денег, такой момент, я тоже считаю, когда, в общем, я начинаю помогать кому-то просто так, то дальше уже деньги брать всегда очень некомфортно с этого человека. Но есть, бывают ребята, которые, ну, привыкли платить, и им некомфортно уже просить на каком-то этапе. Вот. И тут хорошо работает такой вариант, что смотри, вот у нас есть границы, в которых мы работаем, да, то есть вот столько-то встреч будет, я тебе столько встреч помогу. Дальше ты можешь решить, как, ну, то есть, если ты готов, то ты можешь там заплатить и начать там работать в программе. Если ты не готов, то можно, ну, то есть, можем продолжить в том числе и бесплатно, ну, если там все будет хорошо, то я тебе могу и бесплатно помогать, но, ну, такой тоже вариант можешь предложить, да, либо можем на этом закончить. То есть, тут вариантов несколько. Ну, обычно программа у меня стоит столько, но мне просто приятно общаться с тобой и помогать хорошему человеку. Ну, вот даже так. Ну, мне вот реально интересно, особенно на фоне того, что я тоже Iron Man делал, вот, и мне, в общем, прямо разговариваем на многих таких общих вещах, то есть, человек с пяти лет готовился для того, чтобы достичь таких весот, вот, и задача сейчас, то есть, сохранить вот эти все фонды, которые им там дали, вот это все дело, вот. Ну, я думаю, мне интересно реально просто общаться с таким человеком. Слушай, у тебя даже кейс теперь в упаковке будет. Если согласиться в этот, конечно, да. Ну, это будет прикольно. Факт остается фактом, ты уже консультировал олимпийского чемпиона. Блин, факт. Это факт, реально, блин. Я так, знаешь, я думал, то есть, в воскресенье, то есть, мне этот менеджер мой говорит, ну, слушай, у меня есть хороший клиент, вот суммы примерно такие-то, вот. А дальше, вот, если пожелает, раскроется, короче. Но не пожалеешь, короче. Удели мне время, которое, там, час, короче. Ну, я говорю, давай. В итоге, блин, такая тут эта, оказывается. По поводу твоего выступления на встрече, я тебе скину ссылку на... Давай так, я тебе добавлю на курс по презентациям мой, и там есть один модуль по структуре презентации. Тебе нужно будет обязательно его пройти. Он, по-моему, пятый. То есть, до пятого урока тебе нужно пройти. Уроки там очень короткие. Ага. Ты можешь формально проходить урок, посвященный PowerPoint, тебе это не нужно знать. А вот то, что касается структуры презентации, цели презентации, это прямо обязательно нужно пройти. Хорошо. Супер. Супер, спасибо большое. Мне нужно будет от тебя почта. Вот. И последнее, что важно тебе сделать, обязательно, чтобы получить энергию от любой встречи, это, когда ты выложился и проговорил, проконсультировал, это прямо золотое правило. Нужно произвести энергообмен. Ну, то есть, тебе нужно попросить обратной связи по поводу встречи. Это касается любой встречи, любой консультации. А как это попросить? То есть, какими словами лучше это сделать? Вот смотри, как я тебе сейчас это сделаю. Скажи, какие у тебя инсайты за сегодня? Вот что ты возьмешь? Какие инсайты у тебя за сегодня? Что ты для себя возьмешь? Слушай, ну, инсайты говорят, да вообще просто общение с тобой просто положительнее влияет на меня и на наши подажи. Я рад, что это общение влияет еще на олимпийских чемпионов и на благосостояние многих людей. Вот факт, реально факт. То есть, это прямо действительно. Если бы я не умел продавать, он бы сейчас потерял бы эти деньги на девальвации. А я ему договорился, что вот так вот будет. И вот сейчас я прямо знаю, что мы где ему там заработаем, сохраним. Супер. Это прямо супер, вот. Инсайтов много, я здесь выписал много. Я даже вот это вот золотое видео сейчас сохраню, буду пересматривать. То есть, безопасность, вот зачем ко мне люди идут сейчас. Потому что мы уже все знали, что вот это будет, и знаем, как это пережить. Вот, и мы поможем в этом людям. Да, стабильность и безопасность. Они у тебя это покупают. И, в принципе, это ключевые хэштеги, которые ты можешь говорить. Да, спокойствие, инструкция, что делать. Вот, знаете, ко мне люди приходят. Вот. Что ты ожидаешь из сегодняшней встречи, да, начать? Вот, мы сегодня вот должны были проговорить вот про вот эту вещь. Это эффективно с общей точки зрения. Конкретно будем говорить вот про вот это, вот это, вот это. Вот, что для тебя важнее сейчас вот на твоем, на данном этапе. Вот. И он говорит вот это. И мы туда вот больше углубляемся. Вот. Про записать видеокурс, конечно, это, пока не знаю, как это внедрить. Но, действительно, это будет супер, когда я внедрю. То есть, мы и так сейчас папку клиентам даем по результатам первой встречи. Тебе, кстати, расшарили же, наверное, да? Да, я ее не смотрел. Понятно как раз. Да, как я, у меня сейчас будет созвон с этим олимпийским чемпионом. Понятно. Вот. Тебя сразу же. Да, у тебя все четко по времени. Давай тогда на сегодня все. Дальше уже в чате там то, что осталось, да, обсуждаем. Если какие-то вопросы остались, то пиши. Вот. Был очень рад, что ты сейчас в таком заряженном состоянии. Все, давай. Пока. Спасибо большое. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok